Если говорить о жизни в Лимассоле, то можно сразу отметить, что она отличается от жизни в европейских городах своей меньшей плотностью населения и, соответственно, более спокойным темпом. Половина жителей города проживают в частных домах. Однако в последнее время в Лимассоле активно ведется строительство многоэтажных жилых зданий. Город быстро растет за счет новых жителей, переезжающих к теплому морю из северных стран. Но достаточно ли здесь школы и парков для комфортной и полноценной жизни? Меняется ли культура и инфраструктура города? Вот, например, посмотрите на этот строящийся жилой комплекс «Артсквер». Его стены раскрасят известный на весь мир уличный художник Мила, специально приглашенный для участия в этом проекте. Ожидается, что его рисунки станут новой достопримечательностью Лимассола и помогут ему получить звание культурной столицы Европы на конкурсе 2030 года. В пяти минутах ходьбы находится престижная школа American Academy с обучением на английском языке. Пешая доступность школы значительно прибавляет комфорта и детям, и родителям. Для Лимассола это большой плюс, учитывая, что большинство родителей вынуждены везти детей в школы на машинах за несколько километров. Тут же рядом расположены корты популярного клуба Фомагуста. Очень удачно, если вы любитель тенниса. Однако в этом районе есть еще кое-что очень редкое для Лимассола, что является большим преимуществом жизни в этом районе. Это парковая зона, протянувшаяся до набережной города. В ней расположены детские площадки и тренажеры, а также велосипедные и беговые дорожки, по которым вы можете дойти или пробежаться до Марины Лимассола. Гуляя по этой зеленой зоне, вы достигнете моря через 20 минут, так как длина парка составляет всего полтора километра. В описании вы найдете ссылку на жилой комплекс Art Square, от которого мы совершаем наш полет. Оставьте заявку на просмотр, и вы получите в подарок от застройщика всю бытовую технику, покупаемые апартаменты по промокоду. Но вернемся ближе к морю. Лимассол славится своей красивой набережной и яхтенной мариной, над которой мы сейчас пролетим. Имеется также и большой пассажирский порт, принимающий круизные лайнеры со всего Средиземноморья и Индийского океана. Один из таких лайнеров как раз сейчас заходит в гавань города. Прямо под нами современный проект Лимассол Марина, который сочетает в себе роскошные апартаменты и виллы с частными причалами или прямым доступом к морю. Это первая марина на Кипре, которая может принимать супер-яхты. Здесь вы встретите разнообразие ресторанов и баров, расположенных прямо у моря. Набережная также идеально подходит для прогулок, пробежек, велосипедных поездок или занятий водными видами спорта. Это место, где вы можете наслаждаться красотой моря и марины, а также динамичной атмосферой города. Вечером можно увидеть захватывающий закат, который окрашивает небо и море в разные оттенки розового и оранжевого. Набережная наполняется жизнью и светом, поскольку люди гуляют, занимаются спортом или сидят в ресторане. Можно услышать звуки музыки, смеха и разговоров, которые создают приятную атмосферу. Пройдя далее, вы попадаете в Молос-парк, который является самым большим и красивым парком на Кипре. Его определенно можно назвать достопримечательностью острова. Прогулка вдоль его пальмовых аллей с видами на залив доставит вам удовольствие. В парке Молос можно не только гулять, но и увидеть множество скульптур, которые украшают его территорию. Здесь также проходят различные мероприятия, такие как концерты, фестивали, выставки и спортивные соревнования. Это замечательное место для отдыха и развлечений, которое стоит посетить, если вы находитесь на Кипре. Лимассол – это второй по величине город на Кипре с населением 300 тысяч человек. Он растянулся на 20 километров вдоль всего залива. Город известен своей богатой историей, культурой и финансовой деятельностью. В Лимассоле можно посетить множество достопримечательностей, таких как античные города Курион и Аматус, средневековый замок, где венчался король Ричард Львиное Сердце во время крестового похода. Помимо истории, Лимассол также славится своими отелями и пляжами. Это город, который сочетает в себе традиции и инновации и привлекает туристов со всего мира.